Приветствую вас! Вы знаете, для начала нужно определить конкретное влияние, нежелание человека в ваших отношениях. Вот вы говорите, что она не хочет в ваших отношениях и биться из-за этого. Ну не хочет и не хочет. Биться и биться. Как это влияет конкретно на вас? Как это влияет на девушку? Как это влияет на вашу пару? На ваши отношения? Вот в чем кардинальный вопрос. И в зависимости от того, каково это влияние, В зависимости от того, насколько это влияние сильно, насколько это влияние ощутимо, в зависимости от этого и нужно решать вопрос. То есть, либо, если, например, скажем, подруга, допустим, ревнует вашу девочку к вам и боится, что, допустим, вы, ну, уведете ее у нее, да, то есть из-за вас она не будет, ну, не будут они дрочить из-за вас, то, соответственно, девушке нужно просто немножко скорректировать свое поведение и, как говорю, с подругой поговорить. Объясняйте разным разом, что ваши отношения не помещают в дружбе с ней, подругой я имею в виду, и, собственно, она ее не забудет и будет с ней общаться. Да, может быть, меньше, но тем не менее. В зависимости от того, как подруга, в каком ключе подруга проявляет свое недовольство, нужно действовать. Отдельно хотелось бы мне сказать, что бывают такие люди, когда, точнее, которые не воспринимают никакого конструктивного диалога в принципе. С ними говоришь, 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 а они вдруг как-то будто не слышат то, что им говорили. Какое, к сожалению, бывает, от этого никуда не деться. И нужно понимать, что в этом случае, по сути дела, кроме игнорирования, кроме, так сказать, безразличия, в этом случае, к сожалению, ничего нельзя сделать. Потому что, если человек не настроен слушать, если человек не настроен прислушиваться к тому, что говорят ему другие люди, то, соответственно, вам никак его не убедить. Я бы вам рекомендовал не раздувать из мухи слона, не делать из мухи слона. Я бы рекомендовал вам подумать еще раз, как следует на тему того, как влияет ее нежелание подруги, того, чтобы вы были вместе. И, в зависимости от влияния, вы уже, в принципе, могли бы как-то свое поведение корректировать. Потому что, ну, вот так вот, вот так вот, на скидку, да, ну, недовольна подруга. Ну, и что дальше, что с того, что она недовольна. Если это никак, никаким образом вам не вредит, то пускай она будет недовольна, сколько угодно. Это ее право, она вредит только себе. Ну, и кроме того, существует множество причин, которым она может быть недовольна. Как я уже сказал, и кроме этого еще могут быть такие причины, как, например, ее, допустим, и ее тайная симпатия, например, к вам. Вот, ну, такое тоже может быть как бы не парадоксально или дико вам это не казалось. И тогда, опять же, что бы вы ни делали, ничего нельзя будет изменить, потому что, ну, если есть безответная любовь, то она, эта самая, безответная любовь, она будет, и от нее никуда не деда, пока подруга сама не отойдет, понимаете? Вот, так что я вам рекомендую немножко характеризировать негативный эффект того, что подруга против ваших отношений, и определить для себя, почему вас, лично вас это волнует и задевает. И в зависимости от этого, вы уже выстраиваете свою линию поведения. Ну, и, конечно же, с девушкой поговорить, узнать то, как она относится к этой ситуации, узнать то, как она видит эту проблему, и как она готова эту проблему решать, чтобы ваши действия были максимально скоординированы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...